Сейчас в доме волонтеров полным ходом идет ремонт. После того, как он закончится, здесь будут проходить собрания, тренинги и мастер-классы. Да и просто приятно провести время в кругу единомышленников. Одновременно центр сможет принять 50 человек. У нас сейчас более 52 волонтерских объединений зарегистрировано и волонтеров около 3000 человек. Это те, которые числятся у нас официально. Конечно же их гораздо больше. Это те люди, которые помогают в любых делах, которые просто так по зову сердца идут и делают добрые дела. В волонтерских направлениях очень много. И занимаются волонтеры тоже, конечно же, тогда, когда у них есть свободное время и тогда, когда у них есть желание и есть возможность. Сейчас в большинстве своем это студенты, школьники. Если у них есть возможность в свободное от учебы время, то, конечно же, они прям с радостью и, можно так сказать, прям бегом спешат нам помочь проводить какие-то мероприятия. Когда ты понимаешь, что у тебя будет современное оборудованное здание, когда у тебя будет настоящий дом, мы уже вот так его между собой называем, дом волонтеров, что реально можно будет прийти и собраться тепло, уютно, красиво, современно. Естественно, только положительные, только эмоции вау. Объем работ достаточно большой. Рабочие уже демонтировали старое покрытие и приступили к отделке стен и потолков. Основная задача – обеспечить пространству яркий и узнаваемый дизайн, сохранив ощущение простора, воздуха и функциональности. Будет изменена входная группа, расширена большая, сделан хороший гардероб. Это будет многофункциональный зал, который сможет трансформироваться как и для проведения каких-то мастер-классов, общих заседаний, круглого стола, просмотра обучающих роликов. Далее будут у нас находиться кабинет специалистов и один кабинет будет выделен под реализацию проекта «Мы вместе». Дизайн придумывался совместно с специалистами добровольческого центра, всей командой молодежно-ресурсного центра. Мы опирались на добровольческие центры ЕНАУ, чтобы не выбиваться из общей канвы. Рабочие зашли на объект всего пару недель назад, но по прогнозам до Нового года волонтеры уже смогут оценить свой новый дом. Евгения Дмитриева, Николай Александров, информационное агентство «Импульс Севера».